Андрей Платонов. Цветок на земле. Скучно Афоне жить на свете. Отец его на войне, мать с утра до вечера работает в колхозе на молочной ферме, а дедушка Тит спит на печке. Он и днём спит, и ночью спит, а утром, когда просыпается и ест кашу с молоком, он тоже дремлет. — Дедушка, ты не спи, ты уж выспался, — сказал нынче утром Афоне дедушке. — Не буду, Афонюшка, я не буду, — ответил дед. Я лежать буду и на тебя глядеть. — А зачем ты глаза закрываешь и со мной ничего не говоришь? — спросил тогда Афоня. — Нынче я не буду глаза смежать, — обещал дедушка Тит. Нынче я на свет буду смотреть. — А отчего ты спишь, а я нет? — Мне годов много, Афонюшка, мне без трёх девяносто будет, глаза уж сами жмурятся. — А тебе ведь темно спать, — говорит Афоня, — на дворе солнце горит, там трава растёт, а ты спишь, ничего не видишь. — Да я уж всё увидела, Афонюшка. — А отчего у тебя глаза белые и слёзы в них плачут? — Они выцвели, Афонюшка, они от света выцвели и слабые стали. Мне глядеть ведь долго пришлось. Афоня осмотрел деда, какой он есть. В бороде деда были хлебные крошки, и там жил ещё один комарик. Афоня встал на лавку, выбрал все крошки из бороды у деда, а комарика прогнал оттуда. Пусть живёт отдельно. Руки дедушки лежали на столе. Они были большие, кожа на них стала, как кора на дереве, и под кожей видны были толстые чёрные жилы. Эти руки много земли испахали. Афоня поглядел в глаза деду. Глаза его были открыты, но смотрели равнодушно, не видя ничего, и в каждом глазу светилась большая капля слезы. Не спи, дедушка, попросил Афоня. Но дедушка уже спал. Мать подсадила его сонного на печку, укрыла одеялом и ушла работать. Афоня же остался один в избе, и опять ему скучно стало. Он ходил вокруг деревянного стола, смотрел на мух, который окружили на полу хлебную крошку, упавшую из бороды деда, и ели её. Потом Афоня подходил к печке, слушал, как дышит там спящий дед, смотрел через окно на пустую улицу и снова ходил вокруг стола, не зная, что делать. «Мамы нету, папы нет, дедушка спит», — говорил Афоня сам себе. Потом он посмотрел на часы-ходики, как они идут. Часы шли долго и скучно. Тик-так, тик-так, будто они баюкали деда, а сами тоже уморились и хотели уснуть. «Проснись, дедушка», — просил Афоня. «Ты спишь?» «А? Нету, я не сплю», — ответил дедушка Тит с печки. «Ты думаешь?» — спрашивал Афоня. «А? Я тут, Афоня, я тут. Ты думаешь там? А? Нету. Я всё обдумал, Афонюшка. Я смолду думал». «Дедушка Тит, а ты всё знаешь?» «Всё, Афоня, я всё знаю». «А что это, дедушка? А чего тебе, Афонюшка? А что это всё?» «А я уж позабыл, Афоня». «Проснись, дедушка, скажи мне про всё». «А?» — произнёс дедушка Тит. «Дедушка Тит, дедушка Тит!» — звал Афоня. «Ты вспомни!» Но дед уже умолк, он опять уснул в покое на русской печи. Афоня тогда сам залез на печи к дедушке и начал будить его, чтобы он проснулся. А дед спал и только шептал тихо во сне неслышные слова. Афоня уморился побудить и сам уснул возле деда, прильнув к его доброй знакомой груди, пахнувшей тёплой землёю. Очнувшись ото сна, Афоня увидел, что дед глядит глазами и не спит. «Вставай, дедушка!» — сказал Афоня. А дед опять закрыл глаза и уснул. Афоня подумал, что дед тогда не спит, когда он спит. И он захотел никогда не спать, чтобы подкараули деда, когда он совсем проснётся. И Афоня стал ожидать. Часы-ходики тикали, и колёсики их поскрипывали и напевали баюкой деда. Афоня тогда слез с печи и остановил маятнику часов. В избе стало тихо. Слышно стало, как отбивает косу косарь за рекою, и тонко звенит мошка под потолком. Дедушка Тит очнулся и спросил. «Ты чего, Афоня? Что-то шумно так стало. Это ты шумел?» «А ты не спи», — сказал Афоня. «Ты скажи мне про всё. А то ты спишь и спишь, а потом умрёшь. Мама говорит, тебе недолго осталось. Кто мне тогда скажет про всё?» «Обожди, дай мне квасу испить», — произнёс дед и слез с печи. «Ты опомнился?» — спросил Афоня. «Опомнился», — ответил дед. «Пойдём сейчас белый свет пытать». Старый Тит испил квасу, взял Афоню за руку, и они пошли из избы наружу. Там солнце высоко стояло на небе и освещало зреющий хлеб на полях и цветы на дорожной меже. Дед повёл Афоню полевой дорогой, и они вышли на пастбище, где рос сладкий клевер для коров, травы и цветы. Дед остановился у голубого цветка, терпеливо росшего корнем из мелкого чистого песка. Показал на него Афоня, потом согнулся и осторожно потрогал тот цветок. «Это я сам знаю», — протяжно сказал Афоня. «А мне нужно, что самое главное бывает. Ты скажи мне про вас. А этот цветок растёт, он не всё». Дедушка Тит задумался и осерчал на внука. «Тут самый главный тебе и есть. Ты видишь, песок мёртвый лежит, он каменная крошка, и более нет ничего. А камень не живёт и не дышит. Он и мёртвый прах. Понял теперь?» «Нет, дедушка Тит», — сказал Афоня, — «тут понятного нету». «Ну, не понял, так чего ж тебе надо, раз ты непонятливый?» «А цветок, ты видишь, жалканький такой, а он живой, и тело себе он сделал из мёртвого праха. Стало быть, он мёртвую сыпучую землю обращает в живое тело, и пахнет от него самого чистым духом. «Вот тебе есть самое главное дело на белом свете, вот тебе есть, откуда всё берётся. Цветок этот — самый святой труженик, он из смерти работает жизнь». «А трава и рожь тоже главное делают?» — спросил Афоня. «Одинаково», — сказал дедушка Тит. «А мы с тобой?» «И мы с тобой. Мы пахарь, Афонюшка, мы хлебу расти помогаем. А этот вот, жёлтый цвет, на лекарства идёт, его и в аптеки берут. Ты бы нарвал их, да снёс. Отец-то твой ведь на войне, вдруг поранят его, или он от болезни ослабнет, вот его и полечат лекарством». Афоня задумался среди трав и цветов. Он сам, как цветок, тоже захотел теперь делать из смерти жизнь. Он думал о том, как рождаются из сыпучего скучного песка голубые, красные, жёлтые, счастливые цветы, поднявшие к небу свои добрые лица и дышащие чистым духом в белый свет. «Теперь я сам знаю про всё», — сказал Афоня. «Иди домой, дедушка, ты опять должно спать захотел, у тебя глаза белые. Ты спи, а когда умрёшь, ты не бойся. Я узнаю цветов, как они из праха живут, и ты опять будешь жить из своего праха. Ты, дедушка, не бойся». Дед Тит ничего не сказал. Он невидимо улыбнулся своему доброму внуку и пошёл опять в избу на печку. А маленький Афоня остался один в поле. Он собрал жёлтых цветов, сколько мог их удержать в охапке, и отнёс в аптеку на лекарства, чтобы отец его не болел на войне от ран. В аптеке Афоне дали за цветы железный гребешок. Он принёс его деду и подарил ему. «Пусть теперь дедушка чешет себе бороду тем гребешком». «Спасибо тебе, Афонюшка», — сказал дед. «А цветы тебе ничего не сказывали? Из чего они в мёртвом песке живут?» «Не сказывали», — ответил Афоня. «Ты вон сколько живёшь, и то не знаешь. А говорил, что знаешь про всё. Ты не знаешь». «Правда твоя», — согласился дед. «Они молча живут. Надо у них допытаться», — сказал Афоня. «Чего все цветы молчат? А сами знают». Дед кротко улыбнулся, погладил головку внука и посмотрел на него, как на цветок, растущий на земле. А потом дедушка спрятал гребешок за пазуху и опять заснул.